Привет, я Руслан Усачев и сегодня техно-обзор, которого мы с вами, видимо, заслужили. Многие из вас знают меня как первопроходца жанра реактов на клипы Blackstar, но, к сожалению, со временем они стали выпускать все меньше и меньше качественного контента. Я уже планировал впасть в депрессию, но внезапно лучик черной звезды осветил мою жизнь. Буквально на следующий день, после того, как Apple анонсировали свои новые наушники AirPods 2, Тимоти скинул свою бомбу. Наша компания самостоятельно разработала и создала этот продукт. Представляю вам наушники Blackstar Click'n'Play. Он выпускает собственные наушники. И насрать, подумал я. Но примерно через 30 секунд после анонса на Алиэкспресс обнаружили точно такие же наушники на 5000 рублей дешевле. Вот теперь я весь в внимание. На следующее же утро я побежал в магазины, вот они. Blackstar Click'n'Play за 7000 рублей. Чем я занимаюсь? Давайте сразу разберемся с наименее интересной и важной частью этого ролика. Со звуком наушников. Понимаете, аэротрубу там или искусственную волну у меня дома отключили за неуплату. Поэтому давайте протестируем качество звука на небольшом ролике, который я вам хочу показать. Производителями заявлено, что наушники совместимы с Android. Все-таки, все-таки вот так вот будет лучше. Такой приятный звук. Наш хай-тек. В этом ролике будет и распаковка, и в принципе обсуждение всего, что касается этих наушников, потому что это просто вкуснота. Приветствую вас в уголке распаковки, давайте посмотрим, что в этой черненькой коробочке. Bluetooth 5.0, управление треками и звонками, 20 часов работы, защита от влаги. Рекомендовано артистами Blackstar. Я даже не уверен, что это хорошо. Давайте, что по комплектации у нас? Руководство по эксплуатации. Металлический кейс, в котором, собственно, хранятся и заряжаются наушники. И сами наушники пластиковые. Что еще внутри? Кабель для зарядки маленький USB Type-C. Вообще мне такой короткий пригодится. Есть какая-то польза, кстати, в наушках. Если вам был нужен короткий кабель USB Type-C, то, в принципе, всего 7000 рублей. Что-то еще было. Где? Потерял. С каким же пафосным видео анонсировали эти наушники? Даже сайт отдельный запустили. Единственное, что здесь почему-то у ролика соотношение сторон не совпадает с плеером. Ну, видимо, так сейчас модно у какого-то американского рэпера, поэтому решили использовать. Для меня важно, в какой атмосфере я слушаю музыку. Долгое время я не мог найти наушники. Так ты социозащитные очки сними в помещении, тогда легко найдешь свои наушники. Я шучу. Я не буду каждую секунду останавливать видео, придираться к словам, выдавая это за остроумность. Давайте реально послушаем, что он говорит. Новейшие технологии, заключенные в компактный кейс с прочного авиационного композита. Отличный звук, передовой дизайн. Blackstar, click and play. Самое время проверить их в деле. Самое время проверить их в деле. Да, я, конечно, понимаю, что когда минуту втираешь, что вот это вот верх стиля, качества и доступности. Да, дикция может подводить. Тут бы Тимоти, конечно, пригодился второй дубль. Или 13 лет карьеры рэпера. Человека, чья работа в основном состоит в том, чтобы правильно произносить слова. Ладно, самое время приводить их в деле. Где же сам Тимоти использует свои шикарные наушники с шумоподавлением? Так, два раза подряд тыкает и он садится за руль автомобиля. Двух с половиной тонны Гелендваген с глухим водителем за рулем. Отличный пример Тимоти. В целом нарезка бодрая это аэра, труба, катание на искусственной волне. Все то, чем обычно занимаются люди, которые любят Тимоти и Блэк Стар. С выступлением мне тоже очень нравится, потому что Тимоти себя позиционирует как суперзвезду рэпа в России. Он собрал олимпийский. Он настолько профессиональный музыкант, что у него есть свое шоу, где он судит других музыкантов и отбирает их. И этот человек выступает на концерте с наушниками за 2000 рублей с Алиэкспрессом. Прикольно, качественно. Кстати, как вам название? Не Click'n'Play, а полное название это Black Star Click'n'Play Black. В названии наушников слово Black повторяется два раза, что в принципе неудивительно для Black Star, потому что они очень любят повторять. Я, кстати, не буду заказывать наушники из Китая, которые продаются на всех этих интернет-магазинах, потому что, во-первых, я просто по описанию, характеристикам вижу, что они, ну, фактически идентичны. От частоты времени работы до протоколов передачи данных и даже артикула. Единственная разница в том, что вот на этих, на самих наушниках сбоку название группы BTS написано неправильно. Во-вторых, я не хочу заказывать дешевые китайские наушники с Алиэкспресс, потому что у меня уже есть дешевые китайские наушники с Алиэкспресс. Зачем мне вторые? Короче, тут просто очевидно, что никакой самостоятельной разработкой под руководством Тимати не пахло. Просто на каком-то китайском заводе можно заказать вот такую болванку и напечатать на ней все, что хочешь. Но допустим, допустим, рэпер, не знаю, надышался омывайкой на своей автомойке и решил, что написав Black Star на наушниках, это означает, что все, он их разработал и произвел. Тогда у меня есть предложение. А, уважаемый Тимати, я долгое время не мог найти подходящих и в итоге решил сам разработать следующие продукты. Я предлагаю совместно запустить топовый смартфон Black Star S10, бутилированную воду Black Star няня и, конечно же, пафосный сырок BU Black Star. На самом деле не нужны никакие журналистские расследования и поиски по Алиэкспрессу, достаточно просто прочитать, что написано внизу коробки. Здесь сказано, на каком заводе произведены наушники. И если вы просто вобьете в поиске название этого завода, то... То вот они, они вот же, сразу на сайте. Посмотрите. Эти самые наушники можно купить по оптовой цене примерно в 20 баксов. 1300 рублей. То есть наличие здесь USB Type-C и надписи Black Star стоит примерно 5700 рублей. Извиняюсь, небольшая поправка. Дополнение, скорее. Я сейчас монтирую этот ролик и дополнительно отсматривал фотки на сайте производителя и нашел в точности такие же наушники. Они точно такого же матового черного цвета, а не с USB Type-C. И даже указано место, где стоит лучше всего напечатать название Black Star. Продолжаем. Ладно, допустим. По идее, там должны были быть запасные штуки, вот эти, которые... Амбушюры, как они называются. Они вырвались из клетки наушников Black Star... Вот они! Они приклеились сюда, господи. Я думал, ребят, вы сбежали. Вырвались из клетки Black Star Click'n'Play на свободу. Сейчас будут тестировать наушники. Я уже, в принципе, говорил, что мои уши с трудом переносят, когда в них втыкаются такие вещи, поэтому будет тяжело. А, соединение установлено, говорит. Да, я чувствую. Они в какую сторону должны... Вот так направлено или... Я не знаю, мне по-любому неудобно. Это не недостаток наушников Black Star. У них своих хватает. Это недостаток моих ушей. Выпадают ли они? Ну, у меня да. Вот один выпадает. Скорее всего, вы задаетесь вопросом, может ли что-то дополнить этот стыд под названием Black Star Click'n'Play? Хотя, в принципе, что это за дурацкое название? То есть, здесь ничего не кликает, чтобы играть. То есть, да, они, конечно, издают щелчок, когда ты их достаешь, как будто ты какой-то пытаешься взорвать что-то. Да, но тогда уж давайте назвать это правильно. Это Click, Pull Out, Put In Your Ear, And Play, If You Lucky Enough, Or Maybe Not. Пошел вон отсюда. Че это такое-то? Так вот, что может дополнить эту историю? Да, конечно же, Тимати и Black Star, в принципе, часто ловили на каких-то заимствованиях и воровстве. Это не новость. От манеры читки артистов. До использования чужих битов, которые приходилось потом менять. От оформления мойки в стиле художника, который отказался сотрудничать, до воровства рецептов бургеров. Да, последнее я придумал, потому что я никогда не ел Black Star Burger, но мне нужно было чем-то вторую пару закончить, извините. В основном все заимствования касались, конечно же, только музыкантов. А да, вспомнил второе. Одевались как Джастин Бибер. Все тут хранится, все тут хранится. Но вот теперь что-то интересное. Они прилепили свой логотип на китайскую болванку и продают по завышенной цене. Молодцы? Нет, это тоже уже было у кого-то. Что если я вам скажу, что буквально 4 месяца назад американский рэпер зашкварился точно таким же образом? Незадачливый рэпер Soulja Boy, который известен вот этим хитом, в декабре пытался замутить собственную игровую консоль. А если быть точным, он написал свое имя на китайской консоли, которая запускает через эмулятор пиратские игры. Куча видосов на эту тему есть. Естественно, за свое имя он повысил ценник. Естественно, он обещал перевернуть игру. Естественно, его засмеяли и проект провалился. Это было буквально в декабре. В марте Тимати выпускает вот это. Тимати, ты же... Вы же... Я думаю, за столько видосов пора уже на ты перейти. Ты же понимаешь, что необязательно все воровать у западных рэперов? То есть, ну, за шквары копировать не надо. Я понимаю, когда вы подворовываете модные и качественные вещи, в этом хотя бы есть смысл. Но вот такое зачем делать? Что дальше? Ты узнаешь, что 69 торговал героином? И нам теперь ждать Black Star Gerrach? Что у нас тут есть? Послушать. Чем-то Яндекс.Карты открыл. Господи. Распаковщик от бога. Что сейчас в хит-параде у нас? Артур Пирожков зацепило. Bluetooth так и называется Black Star. В принципе, готов. В любую секунду можете подключиться. Нет. Не подключили. Может, они вырубились? Нет, тогда бы он их не видел. Так, все, подключилось. Первое место в Google Play. Артур Пирожков зацепило. Давайте посмотрим, зацепят ли меня. Так, работает только одно. Над наушниками Black Star совершенно красивая надпись. Рекомендована артистами Black Star. Так давайте посмотрим, кто, собственно, из артистов успел заценить эти наушники. Да, тут Тимати и основные рабы Black Star. Что-что говоришь на зима? Ты пошла на шоу-песни, чтобы пробиться в шоу-бизнес? На те шикарные наушники, носи их. Я пришел сюда для того, чтобы взять молодых, талантливых ребят и сделать из них новых суперзвездок. Новых суперзвездок. Новых суперзвездок. Я, кстати, с точно таким же лицом задумчивым стучал по ним, когда пытался трек переключить, а они просто выключались. А рядом у нас Натан пытается вытряхнуть наушники, потому что заметил, что к нему приближаются знакомые. Кстати, по другой фотографии из Инстаграма видно, что у него не получилось. Дана Соколова. Ну, продолжай молиться, чтобы они синхронизировались. Вот у Клавы Кохи все заработало. И она счастливая, наверное, слушает свои оригинальные песни, с которыми она пришла на Black Star до того, как ее покрасили в блондинку и заставили петь обычную попсу. Видимо, контракты более популярных артистов типа Егора Криды и Элуана разрешают не рекомендовать и не наслаждаться качеством, доступностью и стилем наушников Black Star. С другой стороны, совсем новички лейбла Пабло и Терри тоже отсутствуют, потому что, ну, скорее всего, у них такой маленький процент по контракту с Black Star, что если им дать наушники за 7 тысяч для фотосессии, они их сразу же на Авито выставят. Кстати, вы можете обратить внимание, что нигде на упаковке и внутри нет ни одного лица исполнителя Black Star. И у меня есть догадка, почему это. Что-то я на... Вырубилось все. Я что-то нажал. Инструкция. Как это работает? Зарядный кейс, первое подключение, включение... Однократное нажатие на любом из наушников, проигрывание, пауза. Сейчас не играет. Ничего. А, они вырубились. Окей. Классическая ситуация. Я слышу Артура Пирожкова и очень хочу вырубить его. Судя по всему, я сейчас очень громко говорю, да? Однократное нажатие. Ничего. Все еще играет. Вот, остановилось. Долгое нажатие. Однократное долгое нажатие. Регулировка громкости. Дважды нажмите левую для уменьшения, правую для увеличения громкости. Работает. Не работает. Остановилось. Ладно. Останов... Запускаем. Играет. Два... Чтобы стало громче. Раз-два. Сработает. Смена трека. Во время воспроизведения музыки коснитесь три раза левого для повторного... Как же тяжело говорить, когда тебя долбит в уши Артур Пирожков. No homo. Коснитесь три раза левого для повторного прослушивания. Для... И правого для перехода к следующему треку. Раз-два-три. Это другой трек. Это левый. Он другой трек включил. Еще раз. Это левый. Тут подписано в левый. Я не идиот. Три раза для повторного прослушивания. Раз-два-три. Остановилась. Правый для перехода к следующему треку. Раз-два-три. Заново запустилась. Не, я как бы рассчитывал, что я в части распаковки должен буду комедию выдумывать. Но они реально плохо работают. Правый три раза. Раз-два-три. Раз-два-три. Стало громче. Раз-два-три. Заново играть. А левый. Раз-два-три. Остановилась. Почему нигде, кроме интернета, в рекламе наушников не используются образы артистов Blackstar? Все просто. Потому что это не продукт Blackstar, как заявляется Тимати. И 5700 рублей это не наценка за логотип. Купить наушники можно только в магазине МТС. И скорее всего это просто очень странная и неудачная рекламная компания, собственно, этих магазинов. Они просто заказали партию наушников в Китае, проштамповали надпись Blackstar. И вот эта наценка, это, собственно, гонорарная часть Тимати и Blackstar за рекламную компанию. Рэп стал дорогим. Я ставлю на то, что жизни у этих наушников за пределами магазинов МТС больше не будет. На сайте буквально с первого дня всего шесть отзывов. Я слежу. Они не дополняются. И самый первый, который отображается. 21 марта Тимон из Blackstar написал «Сочные, мощные, я такие люблю». Тимон из Blackstar. Спасибо, что ты уточнил какой ты Тимон. Я просто мог подумать, что это Тимон из Короля Льва. Шесть отзывов. При этом наушники уже в статусе хита продаж. Я, кстати, попытался свой отзыв оставить, но почему-то он до сих пор на рассмотрении. Что-то мне кажется, что, как и сотни других отзывов, которые другие люди оставляли на этом сайте, единственное, что не примодерируется, это количество дизлайков на всех этих отзывах. Оно растет прям вот уверенно. Со статусом хит продаж тоже очень хорошо, потому что, когда я пришел в магазин МТС, чтобы купить это, продавцы минут 15 искали, куда они закинули эти наушники, когда все-таки нашли коробку. С большим интересом рассматривали, как это выглядит вообще. И меня тоже смотрели, потому что, что за идиот отдаст 7 тысяч рублей за китайские наушники. Вот этот идиот. Так себе хит продаж. Очевидно, что очередь за бесплатными бургерами куда легче организовать. Кстати, знаете, что еще хит продаж в этом магазине? Беспроводные наушники от Samsung, которые еще не вышли, и даже предзаказ на них оформить нельзя. Хит продаж. Вызор голосового ассистента. Нажмите на любой из наушников и удерживайте 3 секунды. Голосовой ассистент зависит от операционной системы и настроек вашего смартфона. У меня, соответственно, Samsung, и тут Google Now стоит. Окей, Google, что ты думаешь про наушники Тимоти? Не совсем понимаю, о чем он говорит. С Алисой куда приятнее разговаривать. Алиса! Что ты думаешь про Тимоти? Сказала, не знаю, я в них не разбираюсь. Музыка заиграла. Наушники управляются каким-то кодовым языком, мне не кажется. 3 секунды держу, и по идее должен запуститься голосовой наушник. Раз, два, три, четыре, пять. Что-то пикнуло. Среди не установлено. А, они вырубились? О, что использовать? Google или Яндекс? Сработало что-то. Google, как организовать митинг в поддержку Егора Крида? Егору Крида угрожают расправой. Вот поэтому и нужно о нем заботиться. Хэштег Крит не гей. Давайте уже сворачиваться по итогу. Что нам обещали? Качественно. Ну, я не буду врать, они работают. Действительно, эти беспроводные наушники можно вставить в уши, и они без проводов будут передавать вам звук в уши. Стильно. Ну, наверное, да. Да, это такой небольшой матовый цилиндр, черный, который можно легко положить в карман или бросить на дно сумки, и никто его не заметит. Никто не узнает, что у вас есть эти наушники, и никто вас не будет за них шкварить. В принципе, как стелс-технология удобно. Главное, не доставать их на людях. Доступность. Ну, нет. Если судить по тому, что написано на сайте, к сожалению, этот товар теперь недоступен. Пусть так и остается. Закончить хотелось бы на позитиве, потому что, ну, должна быть какая-то польза у продукта. Все-таки. Я, чтобы вы не говорили, что я хейтер, слепо все ненавижу, нет. Я знаю все-таки, я понял, для чего это может пригодиться. Представим безумную ситуацию, что вы все-таки действительно купили за 7000 рублей китайские наушники, на которых просто написано Blackstar. И решили похвастаться перед знакомым. Что? Ты купил за 7000 рублей наушники от Timothy? Ты конч-конченый, что ли? А если бы ты выкинул 7000 рублей в помойку, это было бы более полезной тратой. Звук того, как сгорает 7000 рублей, более приятный, чем то, как они звучат. Я, честно говоря, никогда тебя не уважаю, потому что я подозреваю на что-то такое способность. Собственно, это все. Большое спасибо, что посмотрели ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и я, наверное, пойду поищу ближайшую мусорку, потому что я... Ну, обратно это уже не примут. Не потому что не товарное качество, а просто им это не надо. И мне не надо. Я думаю, Timothy, это тоже не надо. Пока. Не знаю, мне кажется, на этом можно заку... Господи, как же приятно, когда у тебя в двух ушах нет наушников Blackstar. А ни одного этого чувства стоит.